Всем смыслом моей жизни стало одно – пробиться к звездам. Ровно 115 лет назад, 12 января, родился Сергей Королев, который именно так говорил о своем призвании. Без него не было бы ни полета Юрия Гагарина, ни запуска первого спутника, ни выхода в открытый космос. Имя главного конструктора было рассекречено лишь в день его смерти. Теперь же к табличке с надписью «Сергей Королев» на кремлевской стене ежегодно приносят цветы, чтобы почтить память гениального ученого. Сергей Павлович Королев, поскольку занимался пилотирами космонавтики, она сопряжена была с риском для людей и колоссальным риском для страны, которая запускала первого человека, шла в тяжелейших послевоенных условиях на то, чтобы стать первой в космосе. Не вспомнить того, чьим именем назван город, не могли в Наукограде Королеве. Я приветствую вас от имени семьи Сергея Павловича Королева. Здесь мой брат Сергей Королев. Не вижу, где ты? Вот Сергей Королев, рядом с ним его дочка Аня, правонечка Сергея Павловича. Мы очень рады, как семья, приветствовать вас здесь. Очень благодарны, безусловно, за поддержание той доброй памяти у Сергея Павловича. С раннего утра у дома конструктора дежурило подрастающее поколение покорителей космоса. Ребята из первой королевской школы встречали всех, кто пришел почтить память главного конструктора. Вся история начинается с вами здесь. Помните, мы с вами приходили, я рассказывала об этом доме, дом общественного бенея, где Сергей Павлович жил до 1957 года. Ну, а в 1957 году он съехал. Балкон его вот на втором этаже. По всему Королеву многолюдные очереди с цветами, несмотря на мороз. Здесь сотрудники предприятий госкорпорации, руководство округа, ветераны отрасли, дети, студенты и школьники. А старт торжественным мероприятиям 12 января дали сотрудники РКК «Энергия». У центрального фасада ракетно-космической корпорации имени Сергея Павловича Королева к памятной доске возложили гвоздики. В доме музея Королева сегодня вспоминали советского ученого за чаепитие. Среди гостей – председатель Московской городской думы, летчики-космонавты и внук Сергея Павловича. Моя мама написала книгу «Жить надо с увлечением». Это вот его девиз, девиз его жизни – никогда не сдаваться и жить с увлечением. Пандемия и необходимость решения приоритетных государственных задач внесли коррективы в планы реализации федерального проекта «Сфера». Создание национальной многоспутниковой группировки связей и дистанционного зондирования Земли продолжится, но процесс будет поэтапным и более вариативным. Сфера – один из ключевых проектов Роскосмоса, направленный на развитие космических информационных технологий и ликвидацию так называемого цифрового неравенства. Благодаря ей будет создана самая современная система коммуникаций и мониторинга, включающая как существующую, так и перспективную космическую инфраструктуру. Значительная часть территории нашей страны расположена в высоких широтах, где плотность населения не велика, а зоны тайги, тундры и вечной мерзлоты мешают прокладке сетей оптоволоконной связи. В таких местах предоставить полный комплекс телекоммуникационных услуг для стационарных и подвижных объектов, обеспечить связанность территории, помогут спутники. Достичь указанных целей планируется путем развертывания группировок со спутниками связи «Ямал» и «Экспресс» на геостационарных и «Экспресс-РВ» на высокоэллиптических орбитах, с аппаратами широкополосного доступа в интернет «Скиф» на средних орбитах и спутниками для обеспечения интернета вещей «Марафон Айот» на низких орбитах. Наблюдения Земли в различных диапазонах длин волн будут вести созвездия космических аппаратов «Смотр» «Беркут-О», «Беркут-ВД», «Беркут-Х» и «Беркут-ХЛП». В результате будут развиваться интегрированные сервисы для роста всех отраслей экономики страны. Фотонные технологии РКС будут контролировать космический мусор для контроля околоземного космического пространства и наблюдения за искусственными объектами на околоземной орбите специалисты холдинга «Российские космические системы», входящего в Роскосмос, предлагают использовать новейшие технологии фотоники и оригинальные способы наземной обработки оптической информации. Система контроля космического мусора была разработана и запатентована РКС для решения одной из наиболее актуальных на сегодня задач в космонавтике — создания безопасных орбит. С помощью оптических сигналов и системы их обработки можно будет находить, распознавать, измерять размеры и рассчитывать траекторию движения малоразмерных обломков космического мусора. Система сможет выявлять потенциальные угрозы для своевременной реакции и изменения траектории движения, например, космических аппаратов или космических кораблей. Проект предполагает строительство оптоэлектронной системы контроля с использованием трех последовательно связанных информационных каналов и технологии апертурного синтеза для увеличения угла обзора. Для повышения качества полученных данных и фильтрации шумов специалисты РКС предлагают задействовать метод счета фотонов, который сейчас применяется при регистрации слабых сигналов. Система также будет проводить фотосчетное детектирование и цифровую адаптивно-корреляционную обработку полученной информации. В связи с событиями в Республике Казахстан самолет авиаотряда Роскосмоса доставил в московский аэропорт Внуково-3 из города Байконур группу студентов и курсантов военных вузов. Это уроженцы города Байконур, которые проводили дома новогодние каникулы. В настоящее время в городе Байконур на космодроме сохраняется спокойная обстановка. Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров совершат первый в 2022 году выход в открытый космос по российской программе днем 19 января. Основной целью вне корабельной деятельности, которая займет 6,5 часов, является интеграция узлового модуля «Причал», пристыковавшегося к МКС в ноябре 2021 года. Среди основных задач числится установка поручней между модулями «Наука» и «Причал», проведение демонтажа чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключение кабелей межмодульной связи «Курс-П» и «ТВ-кабеля» между новыми модулями, а также установка мишеней стыковки и контроля стыковки. Смотрите нашу трансляцию 19 января. Первый пилотируемый запуск космодрома «Байконур» в 2022 году запланирован на 18 марта в 18.55 по московскому времени. Предполагается, что на корабле «Союз МС-21» к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В дублирующий экипаж входят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Полет к станции пройдет по двухвитковой схеме и займет около трех часов. 5 марта с «Байконура» запланирован старт ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 аппаратами «Уан Веб». По словам гендиректора компании «Главкосмос» Дмитрия Лоскутова, всего на 2022 год запланировано 7 запусков спутников «Уан Веб». Двойной кратер Красной планеты. Снимок получен камерой КАСИС орбитального аппарата TraceGas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016. Подобные кратеры образуются в результате близкого одновременного падения двух метеоритов или астероида, который раскололся при входе в марсианскую атмосферу. Новый космический телескоп James Webb развернул свое гигантское 6,5-метровое сборное зеркало, состоящее из покрытых золотом сегментов. Инфракрасный телескоп – один из самых дорогих проектов. Его стоимость оценивается в 10 миллиардов долларов. Его главная цель наблюдений – первые звезды и галактики, которые сформировались около 13,7 миллиардов лет назад, а также экзопланеты у других звезд. Примерно через две недели Webb достигнет точки своего назначения, находящиеся на расстоянии около 1,5 миллионов километров от Земли в точке Лагранжа-Л2, там же, где находится российская рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ», которая уже успешно сделала 4 полных обзора неба. Восторженное солнечное затмение с пингвинами. Снимок сделан во время частичной фазы солнечного затмения 4 декабря. Одна из самых больших колоний пингвинов Адели находится на мысе Крозье в Антарктиде. Тень Луны пересекла самый южный континент Земли. Снимок Анни Шмидт. Длинный хвост кометы Леонардо. Такая детализация хвоста не видна невооруженным глазом, но с помощью цифровой камеры и долгой выдержки фотограф Ян Хаттенбах все-таки смог его запечатлеть. Комета Леонардо должна была стать одной из самых ярких на небе, однако ее фактический блеск оказался несколько ниже, чем ожидалось. Эта мозаика из нескольких снимков была сделана на острове Ла Пальма на Канарских островах в Испании. Полярное сияние и световые столбы. Снято 9 января этого года в Наринмаре, Ненецкого автономного округа. Световые столбы – это визуальное атмосферное явление, оптический эффект, возникающий, когда в приземном воздухе в морозную погоду содержится много мельчайших ледяных кристаллов. Это явление еще называют «ледяные иглы». Автор снимка – Виктор Куликов. Большое красное пятно – неугасающий ураган в атмосфере Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы. Вихрь – область высокого давления, антициклон в атмосфере планеты-гиганта. Впервые он был обнаружен с помощью телескопа Джованни Кассини в 1665 году. Скорость ветра внутри пятна превышает 500 км в час. Однако большое красное пятно уменьшается. Сравнение с историческими записями показывает, что сейчас площадь урагана составляет всего одну треть от его размера 150 лет назад. Большое красное пятно перемещается параллельно экватору планеты и сейчас расположено немного выше обычного. Если процесс уменьшения площади шторма будет продолжаться, то, возможно, большое красное пятно просто исчезнет. И Юпитер потеряет одну из своих визитных карточек. Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космосе на ТВ Собака ТВ Роскосмос ТОЧКОРУ. СОБака ТВ Роскосмос ТЕМЛЯ ТВ Роскосмос ТВ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон